Друзья, мы переехали на дачу. Будем ходить, наблюдать, сравнивать. Прикидывать, что происходит. Цветение колоновитки, видите, да? Вот. Обыкновенный полукарлик. По сибирским размерам, по южным вообще карлик. Ну, в общем, можно сказать, что никакие сенсации не ожидается. Колоновитки я похоронил. Как вид, как тупиковый путь на большей части России. Вот. Идем дальше. Черешня мертвая, видите? Радуйтесь. Двое-трое на всю Россию. Гускоковизгу, когда я им рассказывал, что у меня что-то погибло. Почему погибло? А, чтобы это самое, помогать людям я вынужден. Видели, видели. Видели, видели. Я вынужден делать обрезку. Черешня, она настолько капризная, настолько на грани выживания в Сибири. Ее труднее, чем персик вырастет. Что, видите, как получилось. Была и нету. А это, это корневой отводок. Это вишня. Вишню я эту отпилю. Так, у меня таких потерь мало. Два-три дерева. Вот. Я отпилю. Так. Ну-ка, что, еще одно мертвое. А, нет. Зацветает. Поздний сорт яблони. Не буду смотреть, какой. Показалось, что дерево пустое. Ладно, возвращаюсь. Вот сюда от черешни перейдут гены благородные. Вот. Запоминайте. Если доживем до осени, кстати, что за черешня? Черешня Боднов. Еще раз говорю, я ее убил. У-бил. Видите? Своими руками. Если бы мне не было необходимости, на том участке, я вам показывал, я привил сразу 12 этих самых корневых отводков. Так. И в результате у меня вот этот черешня Боднов будет повысить дальнейшее развитие. Но, еще раз говорю, ее нельзя калечить. Нельзя. Вот. Еще вот тут я черники срезал. И да срезался. Но частично гены благородные перейдут в вишню. И вы увидите осенью, я вам покажу вишню вот эту и какую-нибудь стандартную вишню. То есть, вишня штамповая. Вот она. Вот штамповая вишня. Видите? А сейчас я вам покажу маленькое чудо. Смотрите сюда. Вот это вот, казалось бы... Вот, посмотрите. Видите эти самые? Мне кажется, вам тоже должно быть интересно. У меня же не просто сад. Особый сад. Вот. Вот они. Понятно. Цветочки. И вдруг, смотрите сюда внимательно. Раз. Какой благородный цвет. Они, кстати, уже завязались. А, кстати, завтра именно всем обещают. У нас такие прогнозы, что посидеешь. Но уже завязались. Вот, видите? Плодики. А почему? Вот. Что-то они напоминают черешню. Так. Согласны? Хотя листики еще не развились, но уже видно. Вот листики. Вот цветочки. А вот какие листики? Вот цветочки. Ясно, что раньше. Ясно, что благороднее. Тут, по-моему, сомнений нету. Еще раз. Вишня. Черешня. А вы думаете, что это черешня? Нет. Это, я вам говорю, похоже на черешню. Смотрим сюда. Одна из моих загадок. Очередное поколение. То, чем должны заниматься институты. Что здесь написано? Вишня-черешня. Поняли? Вишня-черешня. А у меня есть черешня-вишня. Вот. Это сейчас не тема сегодняшнего разговора. Осенью плоды попробуем. Я вам расскажу свои секреты всему свету. Они уже есть. Они уже у меня на сайте. Они уже... Другое дело, что раз вегетативной гибридизации не существует, значит, вот эта ветка, да, вот она. Я уже видел центральный проводник. Видите, вот. Смотрите внимательно. Кстати, видите, что такое прививка по железу? Смотрите внимательно. Видели? Вот. Видели рану где-нибудь? Ну-ка. Смотрите в глаза. Апологета этих самых. Привёк почек. Вот. Вот только из-за того, что это был черенок. Вот тут малюхонькая ранка. Практически зажила. Ну, ладно, отвлёкся. Итак, вы видите, не черешня, вишню. У меня черешня, которая напиталась генами вишни. А это черешня, которая, правда, получилась как? Покрепче. Спору нет. Я её тоже разможал. Смотрите. Черенок отрезан. Черенок отрезан. Черенок отрезан. Видели? Ага. Черенок отрезан. А она живая цветёт, как ничего. Почему? Это вишня-черешня. Здесь будут плоды с кислинкой, но они будут крупные, как у черешни. Вот. Я вам покажу дерево, эти самые. Там у меня есть фотографии, кажется, на ладошке. Вот. И, кстати, угощал самого Дускобилова, завлава, кандидата Новок. Я всегда подчёркиваю. Не такие уж мы, это, сиволапо, если дружим с такими авторитетами. Поняли, да? Ещё раз. Вот. А чистая черешня, привитая. На вишню, на штамповую. Этой страшной обрезки не выдержала. Вот граница. Поняли, да? Так вот, придёт осень. Вот. И уже это очередное поколение, которое уже выдержало. Ну, ещё минус семь обещает. Честно говоря, ну, как смотрю на небо. Вот очищается, когда будет чистое небо. Ударит заморозок. Господи, может, пронесёт. Надеюсь. Но на данный момент, что имеем, то имеем. Вишня, черешня. Это. Даже это, можно сказать, дюк. Но вегетативный дюк. А вегетативной геморизации не существует. Вот. Мне очень нравится. Для меня Чарльз Дарвин оппонент, да? Вот. По Чарльзу Дарвину шло от дикого к культурному. А по Железову шло от культурного к дикому. Вот. Ладно. Но он единственное, что меня с ним обвиняет. Он сторонник вегетативной геморизации. Как получилось? Наверное, много наблюдал. Наверное, бывал в садах. Я сомневаюсь, что он сам был садоводом. Иначе бы он не успел бы ничего открыть, если бы он только занимался прививками. Вот. И здесь мы с ним братья навек. Вот. Вегетативная геморизация. А ведь я уже на него ссылаюсь как на выдающийся авторитет, на гений. А еще был Лосенко, а еще был Мичурин. А сейчас... Ну-ка, хочу фамилию назвать. Латинкова, Бродского. Извините, но мы не в авторитете. Ладно. Сейчас я вам немножечко расскажу о проблемах сада. Вот. О проблемах, связанных с тем, что землю не дают, что надо тратить огромные деньги. Надо это самое... Чуть ли не последнюю штаны продавать. Потому что у нас страна такая. Нам землю не дают. Мы не имеем права. Вот. Мы быдло. Мы быдло. Мы быдло. Мы даже за похороны в маленькой ямке один на два, глубину еще на два, тратим огромные деньги. О, даже умереть невыгодно. Ну что, смотрим. Смотрим, смотрим. Что мы сейчас с вами увидим. Ой, интересный момент, да? Как же это получилось? Черешня. Тоже изувеченная мною. Черешня это называется. Я сейчас только обратил внимание. Все так быстро меняется, когда жара ударила. Вот она цветет. Брянская розовая. А почему здесь все это сухое? Ё-моё. Вот этого я не ожидал. Это никакого объяснения не может быть. Подвой мертвый. Корневые отводки мертвые. Первое я такое вижу. Ну-ка. Точно мертвые. 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 Очережные. Да что это такое? Так. Ну что. Вот эти вот и есть. Правда, я не играю. Я не актер. Я сам не ожидал увидеть-то. Потому что обычно все наоборот. Я вам показывал. Это самое. А, вот-вот. Еще раз. В прошлом фильме я вот это показал. Вот это, вот это. Еще помните, говорил. Вот она колновитка, менее морозостойкая. А вот по двое. Вот так он должен быть. Если бы сейчас вот эта веточка по двое, сибирка, была бы мертва, я бы упал в обморок от удивления. Так. Вот. Вот, кстати, мертвое дерево. Видите? Надо будет с ним разбираться. Это одна из венгерок. Но это самый юг Украина. Вот. У меня с ней одни неудачи. Одна из венгерок под названием Богатырская. Вот. Опять же, не радуйтесь. Потерей у меня почти нет. А вот это вот особая потеря. Черешня. Жива. Черешня. Изувечина. Черешня. Цветет. Корневая отводка мертвая. Да что это такое? Вот. Так. На этом дереве, на этой черешне брянско-розовой, надо какую... Да, кстати, вы сомневаетесь, что это черешня? Правда, листья еще маленькие. Ну, не сомневайтесь. Специалисты скажут, что это 100%. Итак. На этом дереве должна висеть табличка. Охраняется ЮНЕСКО, охраняется Рогендация Брянных Наций, охраняется Академия Наук. Если хозяин ее вырубит, 10 лет без права переписки. Почему? Да столько все серьезно. Я сейчас... Я экспромтом. Я всю жизнь... Почему мои фильмы такие особые? Никаких заученных речей. Никаких шпаргалок. Никаких этих... Ничего. Вот. Только что вижу, а там пою. Итак, перед вами уникальная черешня. А вот ее братья. Вот. Еще одна тоже цветет. И та до самой верхушки жива. Вот. Я угощал годом раньше с нее... Был маленький ржачек, 23 сплодиков. Ясно, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова